итак дорогие друзья всем привет всем привет сегодня чуть запозданием только вот я прилетел из израиля и сейчас у нас будет небольшой урок небольшой урок будет у нас по потому что мы уже уже изучили потому что мы уже изучили значит всем привет дорогие друзья и альбина черенок вообще молодец меняю за опоздание только вот я прилетел да и зашел домой думал не буду делать урок прямо сейчас выйду скажу не буду потому что подготовиться не успел хорошо думаю пропущу день а потом я подумал что езжи вперте вот вперте вот написано ли пум цара агра да то есть чем больше страдания тем больше награда так написано вперте вот и потом все-таки урок тора когда мы вместе учимся все это это важнейшая вещь да прям реально это очень важно на небе там прямо и должен еще каждый человек думает что у него все время есть равна заслуг и грехов и каждое его хорошее дело может перевесить чашу весов в сторону хорошую и каждое его плохое дело или недоработанное дело она может перевесить чашу весов в плохую сторону и вот эта вот мысль она тоже как бы она она перевешивает что надо было провести урок теперь и дальше дальше еще интересно что я буквально вот пару недель назад неделю может быть последнюю да очень для себя понял четко разницу между эмоциональным мышлением инстинктивным мышлением и рациональным мышлением и понял что рациональное мышление оно должно у человека который хочет действительно прожить максимально правильную жизнь максимально правильную максимально реализованную жизнь у него должно рациональное мышление оно должно властвовать над всеми остальными видами мышления, то есть над инстинктами, над эмоциями, над хочу, над не хочу, то есть человек должен рационально, да, делать то, что правильно, ну, а правильно, так как мы каждый день проводим урок, значит, правильно его провести, поэтому и сегодня тоже будет урок, так я для себя решил, и вот включился. Теперь, что-то сегодня людей мало, видно, не дождались, может, я вчера даже сказал, что не будет урока, поэтому, поэтому, значит, значит, так, так должно быть, то есть, в принципе, все, что происходит, оно, то, что уже произошло, так должно было произойти, то есть, есть для этого причины, и любое событие, которое происходит в жизни каждого из нас, это следствие, да, добро утро, это следствие множества предыдущих выборов, действий, событий и так далее, и когда уже в реальность что-то приходит, то это уже, это факт, с реальностью, как бы, можно ее только принять, эту реальность, которая есть, осознать, принять, и после этого, что? И после этого делать какие-то действия, чтобы новая реальность была, была такой, как хотелось бы вам, да, как человеку хотелось бы. Все, значит, так как я сегодня не подготовился дальше в Мишли, и не хочу идти без подготовки, то я сейчас открою какой-то из старого, да, из того, что мы учили, потому что написано, тот, кто учит и не повторяет, как тот, кто сеет, как тот, кто сеет и не собирает урожай, поэтому я сейчас сделаю такое прям повторение, мать учения, и плюс сделаю, есть эта же книга, видите, Мишли, это с комментарием, с комментарием Веленского Гаона, а есть такой вот жребий Агро, то есть Веленского Гаона жребий, да, то есть он, есть книга «Письменная Тора», и как-то есть специальная процедура, что открывают эту книгу на какой-то отрывке, и оттуда получают ответ, что Бог хочет передать. Это делал, я знаю, Ишивамир, когда они не знали, или им убегать от нацистов, когда не знали же еще, что будет, и когда немцы захватили там Прибалтику, Польшу, как-то разделилось, вот они открыли, открыли они Танах, и им попался отрывок, который им четко говорил, что надо уезжать, и они уехали, и я не знаю точно технологии этого, но я верю, что есть божественное проведение, что Бог, особенно во время урока Торы, особенно когда есть книга, это Мишли, притча с комментарием Веленского Гаона, он сейчас нам что-то важное подскажет, и сейчас я поэтому открываю, открываю я сейчас на какой-то странице, бах, открываю, и, значит, и написано так, что действительно отрывок такой мне попался, палес, палес, маагаль, раглеха, веколь, драгеха, иконум, значит, что это значит? Значит, есть, есть, палес, это то, что выпрямляет, то, что выпрямляет такой прибор, да? Значит, здесь написано так, что выпрямится круговой твой путь, круговой путь твоих ног, выпрямится круговой путь твоих ног, и все твои пути будут подготовлены. Значит, но это уже продолжение, это, знаете как, это идет продолжение, подряд идет, подряд идет, идет несколько отрывков подряд о том, что дает человеку Тора, и это уже было 26 отрывок, это было 26 отрывок, 4 главе, что выпрямит круговой путь ног твоих, и все твои пути будут подготовлены. Что имеется в виду? Что Тора, она как раз дает человеку описание мира, описание, как все работает, и дает, главное, человеку дает она, как бы, понимание, да, что этот мир, он структурированный, он не хаотичный, не случайный, и когда ты начинаешь обдумывать свои действия, да, исходя из Торы, то есть ты советуешься, как раз ты включаешь вот это вот свое иррациональное мышление, уже лучше, да, когда человек принимает решение, там, в попыхах, спешит и так далее, это плохо, но если он думает, а что Бог по этому поводу сказал, что он хочет от меня, а что говорят мудрецы, а что говорят опытные люди, он собрал все мнения, и он хочет поступить именно по Торе, как правильно, не как ему хочется, подстроить жизнь под то, что ему хочется, а именно поступить правильно, да, как Бог сказал. И тогда такой подход, он выпрямит любой круговой путь, ты можешь выкружить, выйти куда угодно, бах, все равно ты выйдешь на ровную дорогу. Намерение, намерение выйти на ровную дорогу, выводит на ровную дорогу. Выколь драхэ кайхану, и все твои пути большие, драхэ это большой путь, будут они подготовлены. То есть здесь, в принципе, у человека, который живет по Торе, у него все вообще просто и элементарно, то есть совдавар, окольнишма, в конце концов, все понятно. Бога бойся, заповедь его соблюдай в этом весь человек. Человек Торы, он понимает, что жизнь заканчивается, причем иногда она быстро заканчивается, и так как есть надежда, огромная есть надежда на вечную жизнь, то стоит прийти туда подготовленным. Теперь, а что в этом мире? В этом мире все очень просто. Нужно найти любимую работу, то есть найти то дело, которое тебе доставляет радость им заниматься, и ты этим делом можешь помогать людям. Вот это называется любимая работа, когда ты и сам получаешь удовольствие, и людям приносишь пользу. И тогда у тебя есть, если ты людям приносишь пользу, тогда есть у тебя награда какая? Награда у тебя есть признание, благодарность, деньги. То есть люди так выражают свою признательность. А ты почему доволен? Потому что тебе нравится делать то, что ты делаешь. Это первое, что должен человек найти. Второе, что должен человек найти в этом мире, он должен найти физически, чтобы ему было хорошо, то есть здоровый образ жизни. Он не должен потакать своим слабостям, он не должен обжираться, не должен быть таким слабаком, он должен сохранять свою душу, то есть он должен быть физически здоров. Третье, что должен человек, это создать семью и размножаться, чтобы у него было продолжение. Вот создать семью, и эту семью, это тоже работа. Все эти вещи, любимая работа, это работа, но все равно это работа. Не бывает успеха в работе, если ты не напрягаешься. Работа с телом. То есть чтобы быть здоровым, нужно обязательно напрягаться, нужно обливаться, нужно отказаться от вредной еды, ну и так далее. И семья, это тоже работа, семья, это большая работа. Это не то, что я пришел и давай, вот ты мне делай то, что я хочу. Нет. Семья, это наоборот проверка, насколько человек эгоист, насколько человек он видит, ну то есть вокруг себя людей. То есть семья, это индикатор, насколько у тебя есть понимание, как относиться к людям. Вот это три вещи, которые, твои пути будут подготовлены. Во всех этих трех вещах есть четкое объяснение, что надо делать. И в принципе человеку нужно просто делать, ничего сложного нет. Давайте еще сейчас что-то повторим, еще один отрывок. Второй повторяем, это у нас было из четвертой главы. Теперь открываем еще какой-то совет, который Бог нам дашь сегодня. Оп, открываем. Это у нас открылась первая глава, 24-й отрывок. Это значит, в первой главе нам сразу дана была схема, что вот царь Соломон, Шлома Меллах, он объясняет нам мудрость, божественную мудрость. И Бог в первой же главе говорит через него, что вот говорит, послушай, взывал я к тебе, а ты отказывался меня слушать. На Тити Ади я протянул к тебе руку в Эн Макшив, а нет никого, кто слушает. То есть в принципе божественное знание, оно открытое. Тора открытое, вот пожалуйста, бери, учи, заходи на портал Ваикра, заходи на портал Талдотру на русском языке, все есть про Тору. Заходи, учи, делай. Бог взывает, Бог объясняет, Бог рассказывает через Тору, говорит, будешь там хорошо себя вести, все будет хорошо, будешь плохо себя вести, все будет плохо, все, выбери жизнь, выбери добро. Значит, что люди делают? Они отказываются. 25-й отрывок в первой главе был Ватифрау, Коль Ацати. Вы мои пренебрегали всеми моими советами, в итоге Ахти и мои увечевания, Ло Аветем, вы их не принимали. Да, к сожалению, каждый день мы учим урок Тора, и каждый день можно после этого ошибаться и делать всякие-всякие такие вещи, которые не соответствуют тому, что человек даже сам для себя решил. То есть тут вот очень важно, кто тем властвует. Или властвует тело человеком и его тело, его прошлое, его какие-то подсознания. Как мы в Шма-Исраэль два раза в день говорим, такая прямо установка. И не следуйте за своими глазами и за своими сердцами, которые совращают вас. То есть человек, он, сердце это его подсознание, да, то есть это все его мышление. Глаза это, ну понятно, глаза. И вот человек чем-то зацепился, бах, и пошло. И все сердце поднимает, написано, что сердце человека, да, оно поднимает воображение, поднимает разные картинки, разные там воображения. Дименот это называется. Дименот это иллюзии. И человек начинает бегать за этими иллюзиями. Получается, что вместо того, чтобы идти рационально по правильным правилам, человек идет по велению своего сердца, его колбасит из стороны в сторону, туда-сюда, туда-сюда. Все, значит, нам сказано, не следуйте за своими сердцами, за своими глазами. А что, смотрите на тисцит, и там у нее есть птиль тхелет, есть в тсцит, такая голубая нить. Тхелет переводится, это голубая нить, но тхелет еще и тахлит, это цель. То есть ты должен себе поставить какую-то цель, помнить о ней. Ты должен помнить, тхелет, это еще голубой цвет, напоминает о небе. И ты должен идти, будете смотреть на них и будете вспоминать все заповеди Бога, и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. Понятно, да? Теперь двигаемся дальше, двигаемся дальше. Я сейчас вспоминаю одну историю, значит, есть такая одна мишна, в которой говорится так, что родца хотел, кадош бараху, хотел Бог, ли закот, это израиль, дать сход, это заслуги, дать заслуги народу Израиля, лефихах, поэтому ирбала им турава митсвот. Поэтому умножил очень сильно для них Тору и заповеди. Рабе Ханани Бенакаш, я по-моему, это сказал. Значит, возникает вопрос, зачем такая большая Тора? Есть 10 заповедей, есть вот у мусульман, хорошо, у них 5 всего основных заповедей, ты выполняешь 5 основных заповедей, 5 раз в день молишься, и у тебя, в принципе, все по их мнению, с Богом все хорошо, да? Теперь у христиан 10 заповедей, а у евреев 613, зачем столько? Это Бог же дал 613, это не, они сами на себя взяли, то есть это прямо в Торе записано 365 запретов и 248 повелевающих заповедей, среди них такие странные болезненные заповеди, как обрезание, как, ну там множество разных заповедей, были раньше жертвоприношения вообще очень сложные. Теперь объясняется это так, как-то такой пример. Значит, однажды был один, однажды был один в Иране, в Багдаде, в Ираке, в Багдаде был один еврей богатый, у него сын учился в Яшиве, а папа его занимался торговлей. И вот, значит, папа его занимался торговлей, и сыну, когда ему стало 18 лет, он папе говорит, папа, ты знаешь, я хочу тоже пойти по твоим стопам, хочу заняться торговлей тоже, вот я учился в Яшиве до 18 лет, сейчас хочу полдня учиться, полдня работать, в общем, хочу начать свой путь. Папа говорит, хорошо, вот тебе там первая сумма денег, там 10 тысяч динаров иракских, вот пароход отходит в Лондон через два дня, плыви в Лондон, там в Лондоне живет мой двоюродный брат, он тоже торговец. Приедешь к нему, значит, он тебе объяснит, покажет, что как, тот говорит, хорошо. Значит, приехал он в Лондон, приплыл, это было лет 100-150 назад, заходит он к своему этому дяде двоюродному, говорит, здрасте, вот я приплыл, тогда не было ни телефонов, ничего, значит. Значит, это дядя говорит, о, отлично, значит, ужин, покормил его, там все, не такая была достаточно обеспеченная семья. И этот сын пошел в гостиницу, думает, завтра начну искать себе товары. На следующее утро он просыпается, а у него возле номера стоит уже очередь из продавцов, оптовых продавцов, розничных продавцов, которые ему предлагают вот разные товары. То есть, этот дядя, он сообщил этим всем продавцам, что приехал племянник с деньгами, хочет скупиться. Вот, и с завтрашнего утра у него прямо целый день, день и ночь у него эта очередь, 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 все ему предлагают, он ездит, смотрит, ездит, смотрит. В общем, он, неделя, которую он был в Лондоне, он не успел даже Лондон посмотреть. И вот он перед отъездом забегает к дяде, говорит, о, говорит, вы не представляете, я только с утра, у меня уже как-то они узнали все, что я приехал, и я целую неделю даже не мог к вам зайти, я даже Лондона не видел. А этот дядя говорит, это я им сказал, это я всем сообщил, кто торговцам, которые хотели что-то продать, что вот ты приехал с деньгами на закупки. Он говорит, а зачем вы это сделали? Он говорит, ну смотри, если бы ты не был все время занят, если бы ты не был все время занят, то как бы началось твое утро? Ты бы пошел бы утром, спустился бы в холл гостиницы, делать тебе нечего, взял бы там чашку кофе, газету, тут тебе бы подсела бы девушка какая-то, потом бы ты с ней остался до обеда общаться, потом вечером пошли бы с ней в театр. И так бы прошла бы вся неделя, ни денег бы у тебя не осталось, ни товар бы ты не купил, ничего. А девушки эти легкого поведения, они как бы, ну это работа их. В общем, поэтому я говорю, тебе организовал, чтобы тебе было чем заниматься. Так вот, в принципе, когда ты принимаешь на себя, что главная работа в мире, да, это подняться на следующий духовный уровень, и ты не хочешь бездельничать, ты рационально понимаешь, что пройти этот жизненный путь надо, набрав духовное, ну именно духовный как запас, да, такой, то тогда есть чем заниматься, есть полно разных дел, есть заповеди, есть обычаи, есть очень много всего, чем есть чем заниматься, все. Но тут главное определиться с порядком приоритетов, потому что человек, в принципе, да, он идет на автомате, как его запрограммировали, запустили его в детстве, там, да, он идет по каким-то рельсам. Потом он для себя может что-то пытаться изменить, но изменить очень сложно, то есть большинство людей не в состоянии изменить, изменить свою жизнь, пока местнее наступает кризис, который заставляет их изменить. Да, то есть Богу приходится отдавать человеку кризис, чтобы он понял, что старый путь не работает. Но, в принципе, если не ждать кризиса и какого-то болевого на себя воздействия, то, естественно, логично и правильно в порядке приоритетов на первое место поставить духовное развитие, на второе место интеллектуальное развитие, на третье место физическое развитие, на четвертое место профессиональное развитие, ну и дальше, дальше как бы развиваться, используя свое время для того, чтобы максимально реализовать свои возможности. Все, друзья, я вам желаю максимально реализовать ваши возможности, в первую очередь в духовном плане, потому что все равно от Бога все зависит. Везет, везет, не везет, ну не везет. Как-то интересно, что вот как бывает, да, что Бог прямо проводит по каким-то путям. Я сегодня прилетел, например, вот я не должен был успеть урок провести, да, потому что были огромные-огромные очереди, такие прям сейчас праздники, все летают в аэропорту, и окно пустое, окно пустое прям стоит для дипломатов и для, написано, для этипажа и для дипломатов. Я в очередной раз думаю, пойти мне туда или не пойти, вот прямо огромные очереди, и окно для дипломатов, там стоит один человек. Думаю, пойду в окно для дипломатов. А сам про себя думаю, а если меня спросят, если меня спросят, значит, я дипломат или не дипломат, Что я скажу? Я скажу, что я важнее, чем дипломат, да, потому что я изучаю Тору, я посол мира, я так думал, я скажу, что я посол мира, я несу людям мир, я за мир, за шалом, чтобы был мир и шалом. Так думал я, если спросят, а если не спросят, так и не спросят, и меня никто не спросил, никто не спросил, так вот для человека открыты многие дороги, просто на эту дорогу нужно набраться смелости, чтобы на нее зайти. Все, я вам желаю шаббат шалом, всего хорошего, чтобы была у нас хороший шаббат, хорошая потом неделя, потом мы приближаемся, хорошая шана, уже совсем немного осталось, чтобы был хороший суд, суд на небе, чтобы был добрый, хороший. И прямо вот старайтесь эту неделю делать больше заповедей, больше помогать людям, больше делать просто неожиданного добра, это самый лучший способ удостоиться на суде, это быть по отношению к другим людям добрым, уступающим, не строгим, не педантичным, никого не дергать. А именно просто, знаете, та мера, которую человек меряет, меряет ему. Если вы хотите, чтобы к вам относились с нескаждением на небе и все ваши прихоти, просьбы и пожелания выполняли, то будьте также добры к другим людям. Все, удачи, успехов, всем пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok